Рената Мюллер. Немецкая певица, актриса театра, немого и звукового кино. Одна из самых успешных актрис в немецких фильмах начала 30-х годов. Нацистская партия ухаживала за ней, чтобы сниматься в фильмах, которые продвигали их идеалы, но Мюллер отказалась. Рената родилась в Мюнхене 26 апреля 1906 года. Она снялась в фильмах в 1929 году в Берлине и быстро стала популярной. Блондинка с голубыми глазами, она считалась одной из величайших красавиц своего времени и вместе с Марлен Дитрих воплощала модное берлинское общество. Она снялась в более чем 20 немецких фильмах, включая Виктор и Виктория, один из ее самых больших успехов. В 1932 году она снималась в Англии, а после вернулась в Германию и была ненадолго задержана антигерманскими чиновниками в Париже. С появлением нацистской партии Мюллер стала считаться идеальной арийской женщиной. И особенно в связи переезда Дитрих в Голливуд она рекламировалась как ведущая киноактриса Германии. Когда 7 октября 1937 года Мюллер внезапно умерла, немецкая пресса назвала причиной эпилепсию. Однако позже выяснилось, что она умерла в результате падения из окна гостиницы или больницы. Считается, что она выпрыгнула из окна берлинской больницы, где ее лечили от травмы колена или от наркомании. Также существовала версия, что она покончила с собой, когда ее отношения с нацистскими лидерами ухудшились после того, как она показала нежелание появляться в пропагандистских фильмах. Было известно, что на нее оказывалось давление с целью разорвать отношения с ее еврейским любовником, но она отказалась. Ближе к концу своей жизни она стала зависимой от морфина и злоупотребляла алкоголем. Свидетели вспоминали, как несколько офицеров гестапо входили в ее дом незадолго до ее смерти. Утверждалось, что она была убита сотрудниками гестапо, которые выбросили ее из окна, или что она запаниковала, когда увидела, что они прибыли и прыгнула. Истинные обстоятельства ее смерти остаются неясными. В конце сентября, по словам ее сестры Габриэли, Рената была пьяна и сидела на подоконнике, когда потеряла равновесие. Редактор субтитров А.Семкин